Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На новом сайте Life is Good открылись регистрации. С важной оговоркой. Регистрации платные. Возникают следующие вопросы. Во-первых, когда на новом сайте появятся средства, которые были на счетах Виста? И второе, с какой стати участники вообще должны что-либо платить? Потому что у многих на счетах Виста и так находятся серьезные суммы. Ответы на эти вопросы мы и обсудим в данном видео. Итак, этот текст является выжимкой из выступлений директоров Life is Good, которые они проводят со своими командами. Я буду зачитывать данный текст и время от времени вставлять свои комментарии. В конце мая, в начале июня, компания возродится как Феникс. Роман Василенко привлек лучших специалистов и создал очень надежный продукт. Ну что ж, это замечательно. Только возникает вопрос, почему это было сделано не раньше, а на восьмой год существования компании. Вопрос, почему регистрация на новом сайте платная? Ответ следующий. Новая система стоит очень дорого, поскольку в ней заложено 8 степеней защиты. Все основано на блокчейне на уникальном коде. А блокчейн это очень надежно. Вся платформа Висты будет переноситься на блокчейн. То есть объяснение такое, что платная регистрация это потому, что вот эта новая система с 8 степенями защиты, основанная на блокчейне и так далее, все это типа дорого. Согласно отчету, опубликованному самой же компанией Гермес, в 2020 году на всех счетах Виста, номинированных в евро, суммарный баланс составлял 1 миллиард 644 миллиона 302 тысячи евро. А если мы сюда добавим еще баланс долларовых счетов Виста, это 67 миллионов 570 тысяч. То есть получается, что уже в 2020 году суммарный баланс превышал 1 миллиард 700 миллионов евро. Сумма достаточно внушительная. Но компания же не прекратила работу в 2020 году. Она работала еще весь 2021 год и даже продолжала работать в 2022 году, до того момента, как сайты прекратили работу. То есть в январе и феврале. Если мы посмотрим с вами, как росли суммарные балансы, то видим такую тенденцию к экспоненциальному росту. То есть достаточно такой крутой подъем. То есть логика подсказывает, что уже где-то в 2021 году суммарные балансы счетов Виста превысили 2 миллиарда евро. Достигли 3 миллиардов или нет, это неизвестно. Потому что более свежего отчета не опубликовано. Но, во всяком случае, 2 миллиарда уже должны были бы быть. И получается, что компания, которая согласно собственным опубликованным отчетам управляет капиталом в миллиарды евро, по сути говорит, что, ребята, вот мы создаем новую систему, очень надежную, очень крутую, на основе блокчейна. И эта система настолько крутая и дорогая, что мы, даже владея миллиардами евро, не можем ее оплатить. Будьте добры, регистрируйтесь и оплачивайте заново. Потому что мы как бы одни не справляемся. Вам не кажется это странным? Мне кажется. Кто-то может сказать, да слушай, что там 55 каких-то USDT, там это ерунда и копейки. Ну тогда тем более странно. Потому что, если компания заявляет, что у нее в управлении миллиарды, что для нее эти 55 USDT? Так, для нее это реально копейки. То есть, получается, эти копеечные взносы инвесторов для компании, управляющей миллиардами, по большому счету ничего не решают. Тогда с какой стати это все делается? А вот следующий абзац, друзья, очень важным. Обратите на него особое внимание. В Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. А в новой системе база данных будет копироваться в облако, и пароли будут иметь 6 человек. И все это находится за границей. Почему эта информация так важна? А вот сейчас поговорим. Буквально в самом первом видео, которое я записывал после исчезновения сайтов, я поднимал именно этот вопрос. А есть ли у Романа Василенко и его команды те самые резервные копии баз данных? Если резервные копии есть, то восстановить работоспособность сайта, ну, в принципе, несложно. А вот если резервных копий нет, то это целая проблема. Приведу пример для лучшего понимания. Представим, есть ученый, который пишет научную работу. И он посвятил этой работе уже несколько лет. И у него на компьютере есть документ, с которым он работает. Для него этот документ очень важен, потому что в него вложено несколько лет его труда, исследований, разработок и так далее. И если этот ученый, человек грамотный и предусмотрительный, он понимает, что компьютер штука такая. Он сегодня может работать, а завтра может уже и не работать. Он может сломаться. Если это ноутбук, к примеру, и ученые ездят на какие-то конференции или командировки, то ноутбук могут украсть. Бывает такое. Может быть, при разгрузке в самолете швырнут багаж и повредят ноутбук. Полетит жесткий диск. И его работа, которая находится на жестком диске, может быть потеряна. Поэтому грамотный человек, предусмотрительный, берет флешку и, например, сохраняет этот документ на флешке. И хранит ее где-нибудь отдельно, в безопасном месте. И если вдруг даже с ноутбуком что-то произойдет плохое, украдут, потеряют, жесткий диск полетит, всякое бывает, да, то у него есть копия документа на флешке. Он берет эту флешку, вставляет в новый компьютер и спокойно продолжает работать. То есть, когда у вас есть резервная копия важного документа, особых проблем нет. Для удобства даже некоторые сейчас есть облачные хранилища, типа Google Drive или Яндекс.Диск, куда можно выложить удаленно. И, например, у ученого украли ноутбук за границей, а ему надо продолжать работать. Ну, ничего страшного. То есть, он может зайти с другого компьютера в свое облачное хранилище, скачать оттуда резервную копию документа и продолжать работать. То есть, это грамотный, предусмотрительный человек так должен сделать. Правильно? А что же мы сейчас видим? А нам пишут, а в Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. Опа! Это как это так получилось, что потеряли? Компания, которая 8 лет на рынке, и у руля которой стояли такие грамотные руководители, предусмотрительные. Я уже не один раз говорил о том, что Роман Викторович вон сколько видеороликов на своем канале публикует, что у него 800 тысяч подписчиков. Да? То есть, все очень красиво, очень грамотно объясняет. Вопрос только в том, а почему сам тогда не применяет? Айтишник Евгений, как он рассказывал в своих комментариях, руководил IT-отделом Life is Good буквально с самого начала. В одном из комментариев он даже говорил, что в 2013 году, когда шла подготовка к созданию новой компании, Роман Василенко показывал ему логотип Life is Good, когда это все еще только создавалось. То есть, он, как никто другой, знает систему изнутри, знает IT-инфраструктуру. И, разумеется, Евгению тоже задавали вопрос, а может ли Роман Василенко раздобыть резервную копию баз данных, чтобы восстановить сайт? Вот, что ответил Евгений. Теоретически, если даже и раздобудет каким-то образом, то помимо базы данных клиентов, есть еще файловая система, которая должна обслужить всю эту базу данных клиентов. В-третьих, эту базу данных клиентов совместно с файловой системой нужно еще настроить, что не каждый программист сможет сделать. Это достаточно огромное количество времени, чтобы это сделать. Это в лучшем варианте. В среднем варианте это где-то полгода. Это если у него появится база данных. В лучшем варианте, что я могу предложить, это пойти или связаться с правоохранительными органами, покаяться, заплатить штрафы, выплатить людям деньги, которые нуждаются в этих деньгах, пойти на какое-то соглашение с правоохранительными органами и как-то лоализировать эту ситуацию, чтобы всем было хорошо. И им, и всем остальным, то есть и клиентам, и ему же как организатору. А мы, как айтишники, реализуем, сделаем то, что нам поручат уже правоохранительные органы. То есть в данном случае, если они поручат, скажут, что да, вы можете работать под начальством Василенко, потому что он признал себя в определенной мере виновным и готов исправить ситуацию, самые короткие сроки, заплатив большие штрафы и т.д. и т.п. То есть тогда в данном случае ситуация, я думаю, может быть развернуться в лучшую сторону. И тогда мы можем в очень таком, в скором, в оперативном времени все это исправить. Ну, я имею в виду исправить то, что он натворил. Смотрите, Евгений говорит, если у Василенко появится база данных, то есть на тот момент, когда он произносит эти слова, он уверен, что у Романа Василенко никакой базы данных нет. Теоретически, если даже и раздобудет каким-то образом, то помимо базы данных клиентов есть еще файловая система, которую должна обслужить. Он, как человек, отвечавший на протяжении, можно сказать, всей истории Life is Good за IT-инфраструктуру, он знает, о чем говорит. И, как он говорит, если бы даже Роману Василенко удалось раздобыть эту самую базу данных, то ее настройка вместе с файловой системой заняла бы примерно полгода. Так вот, получается, что сейчас в своих выступлениях директора Life is Good, по сути, подтверждают, что никакой базы данных у них нет. В Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. То есть, по сути, они подтвердили то, что говорил Евгений еще несколько месяцев назад. Евгению также задали вопрос, а что, по его мнению, должен сделать Роман Василенко, чтобы восстановить работоспособность компании и вернуться в нормальный рабочий режим. Единственное, что я могу подсказать, как айтишник, у меня просто аналитический склад ума, и я могу из этой ситуации только вытащить некие возможности такие, что Василенко нужно будет просто идти в правоохранительные органы, либо договариваться удаленно через Zoom или еще чуть-чуть через что-то, связываться с высшими эшелонами, договариваться, договариваться, а не прятаться, платить большие штрафы государству за то, что оно платило за все вот эти мероприятия, за то, что, ну, плюс, там, людям платить, заплатить. Ну, это опять же понятно, платить что? Нужно видеть, что платить. То есть, когда правоохранительные органы дадут добро на то, чтобы давайте восстановим сайты, возможно, они на каком-то будут ограниченном уровне, возможно, для того, чтобы он смог выплатить все всем, ну, максимально. Вот я вижу это так. Как они будут принимать решения, правоохранительные органы, я понятия не имею. Это лишь мои мысли и домыслы, и все. Это как бы, ну, я считаю, что можно было бы сделать, как бы, золотом, такая золотая середина в идеале. То есть, по мнению Евгения, Роман Василенко мог бы разрулить эту ситуацию и восстановить работоспособность компании, придя к какому-то соглашению с правоохранительными органами. Но для этого ему нужно выйти на связь с правоохранительными органами, начать как-то коммуницировать, взаимодействовать и так далее. Вместо этого, как Евгений подчеркивает, что Роман Василенко отмалчивается и, по сути, за два с половиной месяца, с момента исчезновения сайтов, он не записал ни одного видео именно по теме сложившейся ситуации. Все ролики, которые он публикует, это чисто мотивационные, какие-то коротенькие обучающие ролики на его канале. Но ни одного видео именно по сложившейся ситуации мы пока не видим. Евгению также задали вопрос, что если бы у Романа Василенко все-таки оказалась база данных, то сколько времени займет ее приведение в рабочее состояние? База данных, сразу говорю, закодирована таким образом, что ее будут превращать в истинный вид где-то порядка только недели. Файлы прикручивать, разбираться с файлами будут где-то порядка двух-трех недель. Все это собирать в кучу где-то еще недели-две, потом разбираться вообще, как это все работает и что за что отвечает еще месяц где-то. То есть это достаточно огромный срок, огромное время. Насчет остальных деталей я не буду говорить, потому что я подозреваю, что возможно вы тоже засланный человек от Романа, хотите узнать какую-то информацию. Возможно я ошибаюсь, извините, если я ошибаюсь. Но более детально ничего я не буду вам объяснять. Единственное, что могу сказать, что информация в любой момент может быть восстановлена только после того, как Роман Василенко сделает свой важный ход. То есть обратиться в правоохранительные органы. Больше по-другому я не вижу никаких вариантов, абсолютно. Кто-то что-то пытается, пускай он наймет хоть за миллион долларов супер хакеров каких-то. Ничего у них не получится из воздуха, они не смогут что-то там придумать. Они могут понять, что он лох, повыкачивать из него еще немножечко денег, пару лямов долларов. Пару лямов долларов, да. Вот именно эти деньги он готов платить за всякую херню, понимаете, что это за человек. А вот качественно работать, например, сделать лицензию, организовать все остальное, у него ума не хватает. Он лучше купит самолет, точнее арендует самолет, чтобы полететь из одной страны в другую, нежели чем просто сесть и купить хотя бы бизнес-билет, бизнес-место. Это настолько жадный человек, как я знаю. Но если, Рома, ты меня слышишь и читаешь, то, поверь мне, ты сам себя таким показал. А вот если ты хочешь доказать обратное, ну так спустись с небес на землю, наконец-то уже. И люди от тебя ждут движений, решений. Ты же офицер. Ну так докажи, возьми и сделай то, что нужно сделать. Сходи, договорись, не сходи, а просто договорись с правоохранительным органом, свяжись. Объясни ситуацию, договорись с высшим эшелоном, заплати штрафы. Сделай все так, чтобы восстановить сайт. Сделай все так, я не знаю, возьми кредит доверия для того, чтобы получить лицензию. И работай на здоровье. И вся команда айтишная будет работать во благо всех. И во благо консультантов, во благо клиентов, и во благо тебя. Ты же просто взялся и обосрал на ровном месте. Это то, что я вижу. Просто обычный айтишник. Кто-то может возразить и сказать. Ну вот Евгений утверждает, что даже крутые айти-компании за миллион долларов не смогут восстановить. А вот же восстановили. Есть уже новый сайт Life is Good. Уже можно регистрироваться, проплачиваться. Даже деньги можно выводить. Да, замечательно. Только в том-то и дело, что это совершенно новый сайт, новая система. Это не восстановление. То есть новый сайт, на котором надо заново регистрироваться. Заново вносить новые деньги. И да, с него даже вывод работает. Но никаких старых данных по счетам Виста там пока нет. Те люди, которые уже зарегистрировались и проплатили участие в новой системе. Там есть раздел ВСТ, Виста. Но там пока по нулям. То есть никаких своих старых данных люди пока не видят. О чем Евгений говорит. Что в принципе создать-то новый сайт можно, не вопрос. Но именно восстановить старую систему, ну по его мнению, практически нереально. И вот сейчас в этом тексте получается, что директора открыто говорят, что в Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. Но в новой системе, типа мы все будем делать грамотно, и база данных будет копироваться в облако, и пароли будут иметь 6 человек, и все это находится за границей. Типа мы уже ученые, мы сделали для себя необходимые выводы, и мы уже так будем делать, чтобы не получилось повторение этой истории, когда пришли правоохранительные органы, изъяли все сервера, изъяли все базы данных, и, как говорится, работа оказалась парализованной. Типа вот мы сейчас будем все делать правильно. Ну и хочется задать вопрос, так а где же вы раньше были, ребята, такие умные? На протяжении 8 лет огромные средства тратились на мероприятия, конгрессы, балы, приглашения звезд шоу-бизнеса с весьма немаленькими гонорарами, съемки видеоклипов, участие даже в фильмах и так далее. То есть, ну, за 8 лет, сами знаете, расходов было очень много. То есть, вместо того, чтобы думать о том, как обезопасить, сохранить средства инвесторов, которые доверили Роману Викторовичу миллиарды евро, вместо этого деньги тратились на всю вот эту мишуру, и только после того, как говорится, шарахнуло, жареный петух клюнул, о, появилась хорошая идея, слушайте, а давайте резервную копию хранить в облаке. Ну, как русская поговорка и гласит, хорошая мысля приходит опосля, гром не грянет, мужик не перекрестится. Некоторые директора в своих выступлениях утверждают, что якобы у Романа Василенко нет доступа к базам данных Life is Good и ПК Bestway. А доступ к базе данных Гермеса якобы где-то есть, потому что это же зарубежная компания, и там где-то за рубежом на серверах это все есть, и это все можно восстановить. Ну, во-первых, хочется сказать, те, кто так утверждает, вы согласуете вашу информацию с другими директорами, которые в своих выступлениях говорят, что в Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. Вы уж, как говорится, если людям информацию даете, то хотя бы давайте одинаково, чтобы не противоречить друг другу, это раз. И второе, что касается баз данных, то лучше всего информацией владеет тот, кто за нее отвечал на протяжении 8 лет, то есть айтишник Евгений. Давайте послушаем его еще раз. Это очень смешно читать со стороны Василенко, потому что он вообще не в курсе делал, что происходит все по той причине, потому что у него потеряна связь с главным айти специалистом, с руководителем. Он вообще не в курсах, что происходит. Причем здесь ключи, какой-то 1С. 1С он передавал информацию по начислениям, зачислениям пайщиков для Быствей и не более. Все остальное находится в надежных руках, но закрытых сейчас. И все сервера остановлены. И он не во власти что-либо сделать, потому что он потерял доверие. И как я уже в своем видео говорил, чтобы приостановить это мошенничество, пришлось сделать именно это. То есть все остановить. То, что там написано, про то, что они там пытаются что-то сделать, сервера там восстановить, это все просто блеф. Это ложь, обман. У них нет ничего. Ни баз данных, ничего абсолютно. Ноль. Полный, абсолютный ноль. Это я гарантирую. Итак, у Евгения прозвучала фраза «У них ничего нет». У них нет ничего. Ни баз данных, ничего абсолютно. Ноль. Итак, еще в начале марта Евгений утверждал, что у них ничего нет. И сейчас, в середине мая, два с половиной месяца спустя, по сути, это подтверждается словами директоров, которые говорят, что в Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. А в новой системе база данных будет копироваться в облако, и пароли будут иметь 6 человек, и все это находится за границей. Ну, то есть, типа, мы сделали вывод из предыдущих ошибок, и сейчас мы будем делать все правильно. Но, восстановление данных по счету ВИСТа может произойти в июне, а может занять до 12 месяцев. База данных нам будет возвращена, и цифры будут скорректированы. То есть, согласитесь, это, ну, мягко говоря, разные сроки. В июне, а до июня осталось всего лишь две недели, а может занять до 12 месяцев. Вот уже какие сроки пошли. И следующее утверждение. База данных нам будет возвращена, и цифры будут скорректированы. То есть, ну, достаточно такое уверенное заявление не может быть будет возвращена. Возможно. А будет, однозначно. То есть, я так понимаю, речь про юридическую работу. То есть, что наша работа ведется полностью в легальном поле, в соответствии с законодательством. И они не имели права изымать наши сервера, наши документы. И когда мы докажем, что это все было незаконно, они должны будут нам все вернуть. То есть, документацию, сервера. Поэтому так уверенно заявляется. И в этом случае база данных нам будет возвращена, и цифры будут скорректированы. То есть, видимо, эта уверенность строится как раз на том, что юристы Романа Василенко докажут, что действия Центробанка, правоохранительных органов, они были неправомерными. Работа адвокатов все это время продолжается. По ПК идет процесс разбирательства. Клиенты могут ничего не платить, просто ждать. То есть, когда сейчас идет разговор, что на новом сайте могут регистрироваться партнеры и оплачивать соответствующие суммы, возникает вопрос, а что делать клиентам, которые не являются партнерами. Вот это ответ для них. Клиенты могут ничего не платить, просто ждать. Как видите, дальше текст еще продолжается. И в следующих видео мы продолжим его обсуждать. Просто не хочу, чтобы видео оказалось слишком длинным. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь в наш телеграм-чат, пишите свои комментарии. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.